Привет! Эээ, Триборн! У Аймайлза вышел, наконец-таки, новый видосян. Это у нас Стоун 2 за 33 минуты. Мы первую часть смотрели, ссылочка появится, возможно, где-то здесь. Но я, скорее всего, забуду её вставить. В любом случае, можете поискать на канале. Да, давненько я не выпускал видосов, и я знаю, что некоторые комментаторы будут писать, типа, а где реакция на созданную в бездне вторую часть? Я её записал в тот же момент, когда вышел видос у Аймайлза, но Ютуб кидал постоянно авторские права и просто блокировал ролик на Ютубчике, поэтому выложу его в Телеграм-канал. Ссылка на Телегу в описании, подписывайтесь, ждите видосик, там он появится в ближайшие пару дней, думаю, точно. Вот. Ну и не забывайте подписаться на вас на Яндексен, на группу ВКонтакте, ссылочки тоже будут все в описании. Теперь давайте глянем видосян. Я аниме так и не посмотрел, потому что, ну, как бы, нету большого пока что желания. Я хочу Мангу сначала прочитать, а Мангу у нас даже ещё в России не анонсировали, а я не читаю с монитора, так сказать, поэтому жду. Вот. Ну и погнали посмотрим ролик. Уверен, будет офигенно, как обычно. Поехали. Данное видео не ставят перед собой цель оскорбить кого-либо, все сходства с реальными персонажами, ну, короче, обычный дисклеймер. Рошало. В предыдущей серии. Я пять лет рожал, а сегодня хочу признать своих чувств к Юзурихе! Чё ты рюшь-то? Юзуриха! Сидите пять лет, я... Блин, звук классный он сделал. Сколько времени прошло? Прошло. Вроде бы стоял возле неё сначала, да? А потом каким-то образом упал и вообще лежал в пещере. Три тысячи семьсот лет. Видишь, тех мешок? Они выделяют азотную кислоту, а она расщепляет камень. Слушай, сын, я хочу вернуть только хороших, молодых, потому что все взрослые тупые! Ты хоть сам слышишь, чё говоришь? В общем так, делай чё хочешь, но я сам решу, чё делать мне. Пока. Так, ладно, вы двое пойдёте красить к Цукасе. Нужно знать, чем он там занимается. Понятно, а ты что будешь? А я заверую тех, кто посылал дымовые сигналы. С сегодняшнего дня этот чел становится главой деревни Шагами! Ура! Ха-ха-ха! Пушной. Пятый дон поведёт на нас армию. Придётся напасть на них первыми при помощи нового оружия. Сотовые телефоны. Телефон готов! Нифига себе телефоны, как это переносить? Пыталось лишь создать второй телефон и отнести его к Цукасе. Ну... Ахахахаха! Окей! Атакуем после зимы? Да. Потушим огонь на руки. Доктор Стоун за 33 минуты! Ну что ж, пора действовать. Давай. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал в войне. Ну как бы, а как там это может произойти, да? Такая резня будет. Тебе лучше готовиться к худшему мать. Правда? Нет, мы просто захватим ту пещеру с оживляющей жидкостью. А так и получится, наверное, мне кажется. Они же будут защищаться, нет? Как? Ну мы же телефон создали. Вот и подключим наших шпионов. План какой-нибудь составим, наверное. Я только не понял, зачем телефон. Видимо, уже вообще забыл ролик. Я его когда смотрел. Год назад, что ли? Сколько времени прошло с предыдущего видоса? Ну, имеется в виду Стоуна. Фига, он храпика дает. Ты мне мешаешь звезды слушать. Ген, ты либо зайди, либо иди на... Все, все, уже зашел. Я так понимаю, основного плана у тебя нет, так что могу предложить кое-что свое. Ну-ка, рассказывай. За это на том свете нас будут жарить на раскаленной сковородке черти. А может, все-таки не надо тогда? Какой-то плохой, мне кажется, план. Рассказывай. Ааа, ему все-таки это нравится. Мазохист. Ну, так сошли звезды, что... Все, уже с зубами. Ну, копировать голос самой известной певицы нашего времени. Ну, неплохо, конечно, но отличить от оригинала все равно можно. А если я буду говорить... А как они отличат от оригинала? Ну, как бы они вообще должны уже все забыть. Хотя нет, для них это прошло, как будто бы, наверное, одна секунда, а не 3000 лет. Или все-таки они 3000 лет сидели такие... Какого хрена? Я все слышал! Санная шумоизоляция. Ген, просвети его. Понял примерно половину, но если это поможет... А, как ты можешь помочь? Сти 7 миллиардов жоп. Фига себе, прям 7. Кто я с вами? Ну... Было бы странно, если бы ты был не с ними. Клуб пиздобов на этом объявляет. Да, кстати, возможно, разрушенные цукасы статуи можно забрать заново и оживить. Эээ... Что-то я сомневаюсь в этом. Хотя, фиг его знает, я же о нему не смотрел. Летки-то восстанавливаются. Я знаю, на чем вам потренироваться. На чем? Прикиньте... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Окей, еблонно так ставил, блин, рекламу. Я только хотел сказать, соберут они человека из разрушенных камней. Получится какая-то абразина непонятная мутант, да? И он в такого раса живет, и такой кривой человек какой-то будет. Бесконечный... Слушай, там цукасы ждать особо не будет, может потом это всё? Да, наверное, потом. Итак, телефон отнесут хром тактик, геннавигатор и магма, который понесёт телефон на своём горбу. Я представил, да? Взял вот такой телефон и повесил его себе на спину. Ничего, что за нами следит та шаболда в розовом на каком-то из деревьев? Может ночью пойти? Угу, если магма обш... Так она всё равно за вами следит, она за вас слышит. Стоимость поткнётся ночью, телефону конец. А если обогнать? Эта бандура под сотню весит, тут нихуё, а подготовка по кроссфиту нужна, ты дурушка, всё куда интересней. Вообще, как он сотку несёт, блин, офиге. Чем вы думаете? Ну-ка, рассказывай. Опуская ток через воду, мы соберём выделившийся кислород и водород в мочевые пузыри оленей. Хе-хе, кролик так понёхну. А смесь этих газов так рванёт, что та курица себе шею вывихнет, оборачиваясь на шум. Ну-с. Срана. А я думал, она их видит. Жми генру. И слышит. Бегите, сука, бегите! Если увидишь... Чё, она просто отвлеклась на взрыв, типа, повернулась, посмотрела, повернулась обратно, увидела, что они убежали, просто за ними побежит, разве нет? Гомору дай знать. ТРЕВОГА! Иди ко мне, киска. Фига себе она, Терминатор. Дура, лезвие с другой стороны. Я тебе ещё по башке, ты каптан! Я специально, да, чтоб тебя не ухать. Они движутся прямо к нам. Дети и старики испарились, все мы ставим напрячь булки. Лови гранату, гандуша! Световая граната. Серьёзно? Прикольно. Наш сынку дрыщу и поймал! Она там вторая опустилась, как будто бумага. Дрыщ? Что? Я пошла. А, что? Дрыщ? Типа, он лёгкий, поэтому я его скинул, да? Серьёзно? Чё, никто не помог? Ёптвы! Какие бесполезные. Я так понимаю, те трои с телефоном не дойдут. Ну что ж, время для плана Б. Фига себе, почему она такая сильная? Это какое-то оружие? Нет, я тебе не штрахаю. Помнишь руду Вольфрама, которая светится под ультрафиолетом? Ну так вот, пока мы валялись, я аккуратно обмазал её сандали Хомура. Так что найти её труда не составит. Неплохо, так неплохо. А если вовремя передать указание нашему её... Только она всё-таки быстрая, как бы, да? Быстрее, чем вы? Аккуратно пришьём. Чё тут не ловят ни хрена? Хром, слушай, залезь куда-нибудь повыше цепань антенну. Это устройство связи? Я должна его... В смысле, она же там за ними следила и ничего не увидела? Ну что? Что? Подделка? Охренеть, вот это они красавчики. Так, да, буквально. Да давай её, ну, свяжи, сейчас опять же убежит. Ладно, мы её себе забираем. Давайте, идите дальше. Ну, наконец-таки мы около Империи Цукасы. И чё, могила? Чья она? Это могила Сэнку. Сэнку что, умер? Он умер только для Цукасы, чё тупишь-то? Представьте, как они обделывают, если с ними заговорит моя могила. Ахахахаха! А должна? Запарился всё это закапывать. А. Чёрт, тут булыжник. Да не вопрос! А чё он хочет сделать? Телефон что ли туда засунуть или чё? Так. Вас заметили. Да какого фига они все такие ушастые-то, а? Ушастые, сильные и всё и так далее. Просите быстрее! Так. Хахахахаха! Здесь есть чувак с идеальным... В ЛЭЦАЫМ! В ЛЕЦАУСЬ ТЕ БЛАЦАУСЬ ТЕБЕ ШПИОНЫ НАЙДУТ НАШ ТЕЛЕФОН КОНЕ rout СЮЖЕТ А чё, нельзя им просто положить и всё, чтобы они его взяли зачем было бы передать? Это ведь должен как-то дальше пойти Ну с этим согласен это хорошо Так Фига он качок Здорово заебал Ха-ха-ха-ха-ха Он имеет ввиду наши шпионы СУАМ КУ ХА-ХА-ХАХА-ХА А я так понял с начало сезона их прям вообще не показывали что ли? Да Я уже зап... Зачем ты орёшь? Там же рядом чувак, который вы хороший слой Было это чувство Когда закладывают уши от твоего крик А 가지 Они ходят сюда каждый день Чего то они разорались сегодня Неужели так грустно!? Мне нужно, чтобы вы передали трубку любому встречному Дальше буду действовать я Ясно? слышно отзиратель а тебя говно и воняет а че я чувствую этот чувак охренеть вот это он ее заметил специально сюда загнал если будем шуршать травой нас пристрелят так ген у меня план мы подожжем траву раскаленными проводами от батарейки так он же шуршит как бы травой чего он не стреляет плечом того лучника а ты беги помогать нашим вербовать врагов что подожди где же наш гвоздь программы мозги пропали гаун быстро прибежал обратно блин видимо на этих на орлах летел обратно нам нужно кое-что обсудить что ли я как бы следить за вами должны докладывать что интересно чего она там такого им сказал что они покинете нашу деревню приму только два ответа да или выслушай нас так то второй ответ что-то ударил в ответ у нас телефон есть показывай музыка есть дай посмотрите телефон ну да так большой нет не знаю себастьян я переводчик еще раз переведу аген а им колынги фром его сша я хочу прилиться вас с нами короче она говорит что сша раскаменели сейчас повод к вам да именно так она и сказала выгоди к ты же была в космосе когда все окаменели да откуда она почему не понял как ажел делов но я закаменела как все когда вернулась поддерживали мои штаны и в трудную минуту если кто-нибудь прикрывается твоим именем но твой голос немного изменился докажи что ты есть лилиан и ответь на вопрос сколько всего дисков ты продала серьезно она чё думаешь прям знает точное количество мне кажется об этом не знает даже никто ну ладно продавец вас можно и знает у нас проблемы с н-ку как отмазываться будем погоди ты чё опять билет в космос 5 миллионов долларов прежде всего эту сумму покрыт ее гастроли но вычистим авторские отчисления скидки прибавим туп серьезно он решил посчитать сколько она заработала ой продала дисков из исходя из того сколько потратила денег на билет может у нее были еще а как бы как сбережение это во-первых во вторых я не понял а чего не все в космос то улетели они чё знали что что все люди превратятся в камень я уже забыл про это я не помню рассказывал ли аймайлс первом видосики об этом публикации с отнесем с продажами больше 60 тысяч точнее не скажу чека как-то маловато вопрос вот недавно помню нажрались на 50 тысяч продаж а вот сколько продали после уже никто не помнит базарит ладно финальный вопрос серьезно 50 тысяч копий даже копейки вообще просто как бы мало и это называется популярная певица херня у нас почти получилось твои пропорции не ну вот это он точно должен знать как бы если он знает то что его голос похож на эту певицу значит он ее как бы видел и может посчитать ее пропорции разве нет хотя бы приблизительно давайте как-то раз мне скидывали и фото с орбиты если сравниться к руку бате там тоже еще и предметами 88 65 сейчас по моему там больше чем 88 85 почему ладно запускаем шайерманку так скажи честно она откинулась да да братан но бы хотя бы смог воскресить ее песню сможете воскресить остальные да да можешь скажи да не реально но нафига ты собрал ту дури детские уже давно сгнили к чертям я могу дать слову что сберегу его последнюю песню наука братан да врать ты не умеешь и видимо тебе можно довериться нужно одурачить и переманить всех остальных этой последней песней ты ведь не поможешь серьезно она просто перешла на чужую сторону из-за песни вот это работает ностальгия на людей да я за вас пацаны поэтому я разденусь да вы получили нового союзника ники есть одна проблема какая есть лучник с отличным слухом который распознает что это запись в бане так таково хром я тамщу за тебя ой офигеть прям в яйке земля скала трава штаны за 40 гривен это графика твою мать и вообще за страху замер теперь пыль давать и были на перезавление стрела по ним а это чувак будет я свела полетела сразу направление видимо он постоянно меняет позицию при стрельбе и судя по постоянным промахом мы нужны ему живыми взрыва вообще стреляете понятно напугать что ли раз так то трусы порвал чувак теперь ты без трусов как он там оказался так быстро куда же не поделись так просто шевелись плотва ну-с мы пришли что-то как-то реально быстро фига себе он качков себе это набрал в банду атмосферка тут у вас дружелюбная так вот ты какой сукаса я смотрю меня уже представили сынку есть найду куда пошла да что ли на качковку их там целая рава сколько места на кладбище стоит на конь педальны попробуй за не угнаться я тебя не обиделась остановилась я должна спасти хрома что ты там будешь делать одна у меня есть вырезали ты чтобы круто встать и сказать что мы идем на петру создать хрома и нам нужно забрать как минимум половину моей лаборатории с собой зачем ее с собой таскать сынку а как мы это все утащим ты мне больше интересует как они будут освобождать его тем как бы одни качки а у вас как бы один очень просто почти сделаем лайк чисто за эту песню ой блин стали начнем с движка чилины и соты плавим затем остужаем и получается воск и за вы можно сделать детали для двигателя фига себе серьезно из воска сын ты раньше на автовазе не работал воск мы зальем гипсом а затем восставший гипс латуни за место воска интересным печку из хижины и засовываем в машину смотри-ка всякий печь нагревает воду выделяется пар а по периодически будет опускать деталь которую это недавно вырезал а если при шпандоре диск то наш поршень будет его вращать были вообще офигенно вот вам и колебательный двигатель там хрома уже наверно на к смотрите на него дурачитесь это делать а у подмышкой были да не переживай даже при его знаниях не взбалдет лишнего то для них он покажется не более чем экстрасенсом стенты не взболтнет лишнего хром не взболтнет посвящу тебя в мощной луке например у меня есть ну ты блин капец чувак ну хотя бы немножко постарался бы ночью клюет хоть сейчас ты клюнешь носом об скалы есть не раз к нам кром так я не пришел к вам вы мне сами привели же не отрицаю науку целиком мы огнем пользуемся орудия труда делаем с кайфом если ты копнешь ценку я посижу и тебя и всю вашу деревню так чувак ты думал что то здесь будет от тебя тупостью воняет даже отсюда чувствовать пускай а зачем в него кида стреляться еще а нифигас бам фига я все она не сломалась под его весом к откуда у них такие силы да говорить о не станет у кио где ты его нашел все нам конец сейчас он расскажет его здесь около могилы я пищеру все твое число где жидкость капает оживляющие так что он чуть типа ленин у них до революции все дел я сказал неправду вот этот красавуэлл интересно училась перед на их сторону ну осталось только собрать будет так блестит а получен паровой двигатель а чипки до генг ты первый поедешь чуть-чуть ну тут только ты права получал как будто тут гаишники может все-таки надо было помедленнее как бы по такой дороге позвоночник может поэтому ты поехал и 1 я только хаку бамбук взебнет из его эти мы сделаем безвоздушные шины они будут гасить неровности у нас все готово паровая горилла жлыга какая-то шикарно выглядит ладно на дизайна поработаем потом пенсия давайте залезайте мы пешком пойдем чё они какие маленькие усохли а зачем вам вообще идти с ними вы же идете освобождать чувака как вам пенсия поможет нет нет дед ты ведь еще пару-тройку лет можешь прожить пока нас не будет вас могут это но с пробега снять зачем вам клуб престарелых собой пойдите спокойно вырежьте там всех а потом возвращайтесь какой ты злой ладно ну ладно давайте мы поперли как кстати вам подвернулся это пристанище которое нельзя рассмотреть со всех сторон тут мы и доделаем наш аппарат надеюсь сынку не будет против фига у них там город какой-то как это было ну так и было или они сами это построили офигеть и оторвала часть его телескопа где же нам искать хрома сука сегодня нормальный кабан сегодня впрочем как и вчера как и позавчера как но есть захотел поза поза что братан слышал кого кабана все его блин никто не видит кроме него сегодня в пещере с бамбуковой решеткой я нашла его но вокруг куча любителей кабана тогда просто съездим и по лицу на пролом ну ты один качок из отрывных много нельзя что неплохая идея съездить на пролом каким образом по лицом даже сказал буквально съездить так у нас как раз есть машинка для этого перестроить мне кажется на сломаю силе мы получит тут фига себе а как ты бэд сделаешь убываю ты хочешь сделать его из железа нет при таком весе мы даже с места не тронем из чего ты собирает танк из ткани его делать из бумаги серьезно но это типа чисто чтобы они увидели перезрались и убежали это так только будет работать потому что как он еще иначе сможет что-то сделать ясно бумажный танк прикольно ценку мы тут немного травы собрали хватит да сварим гидрооксиде натре затем промоем сплющим и высушим из травы делает бумаг несколько получившейся бумажа с клеем не застывшим пластиком и наденем на деревянный каркас так подожди зачем-то видовать даже бумага на сломаем так не понял а почему она не сломалась какого хрена но даже щит из папье маши работает вот только карбон прочный волокнистый пластик офигеть это что не понял пластик делается из травм я что-то не понимаю нашу машинку голова это на макаки вперед чтобы таранить у меня трубы текут я щас погоди сам наступил на свою ловушку я уже все так вот зачем ты держишь пленника на таком открытом месте жопу чуешь тусенко какую-нибудь хибару на колесах слепит и помчет к нам спасать и серьезно нифига себе он как это поддумался до этого же губы дни и ну или просто отрицает ты же полицейским работал приглядишь за нашим пленником ладно даже если враги к нам заявится я не какой-то странный полицейский блин псих но зато с тонфу или как она называется и за гамы всю варен фар верно кто-то из наших подкинул ну чтож попробуем сжечь ее веревку ты своем света чем весь район озарил придурок чем же ты поджегать а чё у него с глазом почему он не нет нет она не отколупилась к веревке сейчас он узнает что понятно потёр пачки друг от друга и получас огонь ну ты какие умные конечно если прокипятить морскую воду ты получится соль что ты кадра но ты сбеги давай при помощи своей морской водички неандерталец ведь ценку как-то раз получил едкий натор проводя через воду электричество хорош в кармане потому что мне нужно было это секунду чтобы провернуть операцию сибаса я вспомнил сразу тот мем черт тупик остается только ну выбирай либо ты получаешь бубен еще раз и мы возвращаемся либо ты хочешь нормальный такие пиздюлей мы все равно возвращаемся мы-то вернемся не понял что такое на другой свет что тут пневмонии братан есть лишь один прием настоящий убой который напаять сам приперся и даже танк не пришлось использовать ну оставит на следующий раз как ты из темницы ты сбежал да с помощью батарейки соленой воды едки натор сделал а затем расплавила им веревку это был гипохлорид натрия балда даже не могу удивлен что ты до этого додумался добавь еще 10 тысяч очков себя в зад хром а кто дал батарейку то в конечном а да кстати забыл гробу реально дорого стоит это пневмонии что ли да шучу я расслабьте был шутник ты хренов иди в морг стендапа давать кислицу перил чтобы одурачить охранник сушеная перила кислица рожковая не знаю что такое наверное кислица ягода перилочи такое хороша общаться с геной кто подсунул тебе эту батарейку в мне тоже это интересно и это явно не они потому что они если бы туда пришли мне кажется сразу бы стал калашина это были не вы ну ладно потом раскроется значит погнали домой все равно здесь то по пути можно отвоевать ту пещеру сожалеющей жидкостью зачем мы порох делать сможем и людей оживлять от заказа без порох делать из этой жидкости у солдат останется полагаю что этих любителей кабанов там будет будь здоров ну вот и погладим их дубинками по лицу ну их там под сотню насчет этого не волнуйтесь сейчас тайс юза аккуратно промывают им мозги прям аккуратно что это я знакома песни но и помощь записи сотрудничайте сценку что же это за знакомый милый голос дай-ка я послушаю плохо дело давай давай развешивай лапшу дальше но даже настоящий голос лилен ген а юнац сэнсу энзо цоклак дать он даже узнал кто это говорит погоди-ка а почему он ответил по-английски да он и в прошлый раз странно себя вел никого своих не предупредив уж не ты ли у кио так удачно подбросивший батарейку хру но я так и думал что она кто еще же быстро схватываешь но не радуйся я все еще не ваш союзник но я видел как ваш союзник помимо шитья каждый вечер ходит в пещеру неподалеку собирает сломанной сумасой статуи а зачем тогда он на него работал андовочи рака что-то новой чем пуха появилась нет она просто для крыс от у нас нет резинка братан электролизуем воду и выделившийся кислород и водород надувает мембрану баба так чем возможно прикол вот только перезарядка полгода ну да ладно мне кажется одного раза хватит после первого же выстрела при виде танка все наши враги обеспечиваются персональным кирпичным заводом ну и бойцы лишние нам не помешают поэтому ну конечно люди увидят так таки я не знаю куда ты а я пойду за ними кто это пришел ну в этот раз хотя бы в одежде и все царство науки в сборе так йо я похороню все что от тебя осталось вместе с теми тремя баллами которые а тут чувак синего тумана в первом сезоне я не подумал что ты просто сбежал чтобы я тебя не убил из-за побега хрома это что они обнаружили телефон эти услышал что решу как он бомбит на твоей могиле так мало и в этой панике за 20 секунд нам нужно захватить пещеру наведем суету а чё-то мне кажется за 20 секунд вряд ли получится за пещеру внутрь снаряда мы засунули сернухой 15 килограмм китайских фейерверков пизда а где они взяли китайский фейерверк а это говно что ли не будь здоров фукью донес что цукаса бежит обратно сценку тебе не кажется что там будет полно ловушек и все такое конечно кажется ну и чтоб мы туда танки делать а бак блин это прямо нельзя драться ну типа сзади стороной угрожает бомбардировкой сломал оружие всем были вроде качки а на самом деле бесполезный болит танк упал да наконец-то он перевернулся погнали давай твоя очередь так что такое хочу за кастрюля не кастрюля звуковая бомба это не сделали за 10 секунд что-то как-то сомнительно мне кажется целая серия прошла пойду к цукасе все я все-таки журналист бывший на месте сиди к было в курсе дела до руки чувствуешь дрожь подмышках пацаны давайте только без бутылок ладно твою ж мать он больше нет наступают чуды как-то реально много крикнет что ли в нее так она его тоже бить будет почему по нему не ударила количество погибших 00 пещера захвачена что мне кажется это было больше чем связано самом деле только хотел порох сделать так сынку воскресе смотрю ну то ты мы бессмертие делаешь ген можешь больше не прикидываться лилии мы все знаем сынку давай-ка так ты я жертву собой чтобы спасти остальных да да то вы что издеваете что ли а это уже освобождение думал в твоем против всех и вы пытаетесь с ними договориться просто подпинали все утруждайся удобно сынку я не хочу что ты второй раз отъехал в тот раз я был один но сейчас у нас кучу людей чтобы отвлечь этих гиббонов пока я собираю кое-что покруче было бы очень странно если бы он просто сдался тип камон у вас преимущество по мне ну что ж все годовой карусель сломала пушку ну чё придумать ты можно ёлки-панки пакетики есть травой бумага циточки еще одна бумага щас бы серной кислоты серную кислоту я в карманах не ношу и слава богу нифига красавчик хром добавляем сюда кусок мыло и а чуть за желтая жижа пахнет сладко одна капля этого вещества тебе будет ох как не сладко по всему району собирать придется что это нитроглицерин нитроглицерин нет наоборот мы всех спасем каким образом вот только как доставить эту штуку к ним гендаль что чё там самолетик а у нас еще три такие да а зачем а зачем нужен был этот как серная кислота чуть не поймаете подставляйте задницу у кого лишнее да можно ли ими вообще по людям попасть конечно можно было а все таки он же проверить вот дела война это типа нитроглицерированное сдерживание до клюните носом об скалы мы все равно все взлетим на воздух даже неужели у нас безвыходная ситуация ты весь из себя такой коммунист не признавал богатых а сам на боксе греб деньги лопатой почему же сестра жива слышал что и диагностировали смерть мозга при снятии окаменения клетки восстанавливаются я ведь как-то ожил после того как ты меня с пробега снял в прошлый раз давай так мы ставим на ноги твою сестру а ты на мозги не делаешь и покорно ждешь типа очень не знал об этом что можно сестру восстанавливаться я ведь как-то ожил после того как ты меня с пробега снял в прошлый раз чё ты немножко не понял лавой важно мы ставим видимо надо аниме смотреть ноги твою сестру а ты на мозги не делаешь и покорно ждешь как я могу быть уверен что ты не лжешь наука братан ну ладно тогда больница была где-то тут больница как они узнали где больница да и первым делом они откопали именно ее не кого-то другого именно ее какое совпадение вы нашли сестру ну где мы сейчас одежду найдем деревне за три версты отсюда так нормально нифига себе она пришила тут успела сын там мы готовы хера ты пенсия братан это сколько лет я кумарила как вообще она узнала его блин пару-тройку тысяч лет сынку что-то у нас динамита не хватает дамир на половины придал что ли все-таки серьезно он спас свою сестру и просто тупо уничтожил пещеру чтобы не спасать больше других людей вот этот мразь выходит это хумара бомбит это ведь она недавно а нет да не он а надо чем бежал нет она своим котелком не думает а просто выполняет приказы кое-кому тогда понятно твою мать это чё взрыв говно вопрос братик разберется а подожди это не он сказал а кто он и зачем нажим хочет грохнуть и зачем он это сделал непонятно водопад вдоль берега спустя поищем обезьянка то твоя подтекает ну ну как будто и проткнула что я побуду за место цукаса смотри как похоже да вас земля больше никак не сможет обеспечить население в 7 миллиардов людей ну для таких опезлов которые они умеют рационально пользоваться ресурсами это и вправду так а и вот зачем ударила не он же сказал себе тактика цукаса воскрешать лишь одних спиногрызов которые жизни то не видали мне не по душе нам нужен реальный отбор оставим только самых выдающихся и по итогу останутся лишь такие же тупые качки да яга ты найдешь новый способ создать азотную кислоту и будешь работать на меня твой ответ да или да выбирай а зачем-то это вообще разрушил эту какую пещеру я не понимаю это какой-то бред не нелогичный как мне кажется нет черт так не думал что дойдет до этого тебя не чем думать не понял а как они вылезли вылупить хорошо ой промазал я буду защищать вас во что бы то ни стало я нарушил свое обещание а ты все равно сдержал его воскресив мирай одны не сынку я на твоей стороне цукаса присоединился к отряду интересно надолго ли я просто расправлюсь с вами обоими думать даже не хочу как-то вообще встал с такой дырой в легких идем бить его неплохое предложение идем а я постою да посмотрю за стороны я слежу за тобой сынку давай прыгай какашка порох неплохо а у него все-таки мозги есть немножко да я тебя одним пальцем воткнул какой кошмар у у нее чего-нибудь там бы когда броня было что указ и тебе ведь такой раны долго не прожить у меня ты ладно а вот себя не завидаю что а у этого чу палец перевязан потому что это выводные контакты на батарейке сейчас долбанет ты сам не принес вместе с телефоном помнишь да а сегодня у нас жареный петух офигенно я хочу этот трек друзья напишите пожалуйста в комментариях прям классно шикарный момент жили опоздал опять и связали походу она любительница укладка на другой стороне реки указ ереванский шпак указ ну давай серьезно ну ладно там находится статуя которая сломал соберите их сынку говорил что если их собрать и полить азоткой то им будет по кайфу и они типа оживут зачем ты их ломал ты вообще ну сюжет братан так ладно цукаса ты полуфабриката любишь это ты к чему ты станешь одним из них я почему-то так и думал что он скажет именно это примерно типа ты полуфабрикат мы тебя заморозим но прежде всего нужно тебя как юзуриха быстрее неси полотенце а кстати юзуриха нам будут иголка поработать ты ведь хорошо шьешь да и зуриха вычел эти операцию на пациенте в сознании конечно наркоза то у нас нет цукас же у нас самый сильный примат потерпит да конечно еще зарать буду действительно решил его заморозить да будем искать способ обратить его в камень а после снятия камня раны должны затянуться так к сэки вынес гамадрила два поршня с помощью них мы будем пропускать воду через золотую проволоку который будет забирать тепло так все давай шуруйте отсюда не мешать ему архивировать цукасу цукаса если у пингвинов колени что знал что если каждый день пробегать 3-5 километров то через год ты будешь очень далеко дома сын к чему эти тупые вопросы а что нельзя поговорить ни о чем ну можно немного давай не мерзни ты давай не мерзли ты его заморозил так-то ну что ж отправляемся так народ давайте коваришки закрыли я снова передаю сценку 3700 лет назад луч из космоса на всех забетонировал нам нужно узнать о нем подробнее группа космонавтов оставила нам инфу откуда свет распространился то мы направляемся к его эпицентру на другую сторону земли а я думал куда-то в другую вообще это вы ну как бы в космос и такой а как у вас еще есть корабль нам нужно будет переплыть море и для этого мы создадим корабль ну я думаю после танка корабль создать не проблема будешь красить по миру и разгадывать загадки шака фреско пираты все приспешники цукаса будут грести обязательно найдет какой-нибудь кузин от которой надо будет пахать жду не дождусь когда нас будет кидать по палубе при шторме я хочу пиццы наконец это я так понимаю в третьем сезоне будет дело дошло и до загадки окаменения тут ты начинается самое интересное офигеть на самом деле это и так все интересно читать вначале говорил то что меня нет большого желания смотреть и не мать теперь прям очень хочется это прям очень классно блуперсы врать ты не умеешь двигатели на старт а это магма теперь по направлению стрела по ним чуть не это на желтую монету не наговорил до я не понимаю что делать здесь подожди давай зону поэтому ничего пока ему не говорите а спокойно сотрудничайте с мангу блин видос просто офигенный получился как и обычно огромное спасибо ай майлзу поднял во-первых настроение от души поржал во-вторых показал мне что все-таки классно аниме надо посмотреть а мангу прочитаю потом как выйдет если когда выйдет а аниме стоит явно по рассмотру блин и интересно и смешно и рисовка красивая короче сто процентов надо бы приступить слушайте я не смотрел у него еще коносубу и кабояши может быть как нибудь глянем а может быть как нибудь и глянем офигенный ролик лайк уже поставил если вам понравилась реакция лайк подписка комментарии не забывайте проживать бубенчики все интересующие ссылочки в описании с вами как всегда был реборн спасибо за просмотр пока